Найдите значение выражения P от A разделить на P от 6 минус A, если P от B равно B умножить на 6 минус B разделить на B минус 3. Как обычно перед просмотром жмите паузу, пробуйте решить. Для нахождения данной дроби найдем отдельно ее числитель и знаменатель. Начинаем с числителя. Для того, чтобы найти P от A, нужно функцию P от B вместо B подставить значение A. В результате P от A будет равно A умножить на 6 минус A и разделить на A минус 3. Теперь отдельно найдем знаменатель дроби, то есть найдем P от 6 минус A. Для того, чтобы найти P от разности 6 минус A, нужно функцию P от B подставить вместо B разность 6 минус A. В результате получим в числителе вместо B 6 минус A умножить на скобки в скобках 6 минус B. А это значит, мы должны будем записать 6 минус и вместо B 6 минус A. И в знаменателе дроби у нас B минус 3. Подставляем вместо B 6 минус A, да еще у нас остается минус 3. Во второй большой скобке раскрываем внутренние скобки и приводим подобные слагаемые. Получаем 6 минус 6 плюс A, то есть получаем A. А в знаменателе получаем 3 минус A. Тогда числитель будет равен 6 минус A умножить на A и все это разделить на 3 минус A. И вот теперь уже можно найти нужную нам дробь. Для этого числитель нужно разделить на знаменатель. То есть делим на дробь 6 минус A умножить на A и разделить на 3 минус A. Для того, чтобы дробь разделить на дробь, нужно делимое умножить на дробь обратную делителю. То есть переворачиваем делитель, получаем 3 минус A разделить на 6 минус A умножить на A. Сокращаем на 6 минус A, сокращаем на A. И для того, чтобы удобно было разделить 3 минуса на A минус 3, вынесем минус 1 в числителе за скобки. Получаем в скобках A минус 3 и все это нужно разделить на A минус 3. Сокращаем на A минус 3, получаем минус 1. Пишем ответ. Значение выражения равно минус 1. Задача решена. Кто разобрался, ставьте лайк и обязательно напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Задача решена.